Душ в подвале. Городские легенды. Часть третья. Всем привет. В прошлый раз я закончил на том, что мистер Мэйс умер. Но я узнал об этом только через пару месяцев и даже собирался разыскать его семью, чтобы выразить соболезнования. Но потом передумал, потому что мы с ним не были особо близки. Я продолжил учиться и примерно через год после нашей встречи с мистером Мэйсом в баре закончил колледж. Я выбрал в качестве основной специальности английский язык и не жалел об этом. Хотя это и не принесло мне множество предложений о трудоустройстве после окончания колледжа. Однако мне удалось накопить приличную сумму денег, пока я учился, поэтому я решил, что заслужил небольшой отпуск. Сняв часть денег и собрав вещи, мы с моим одногруппником Стивеном отправились в путь в сторону Скалистых гор. В детстве мне довелось недолго пожить неподалеку от Литтлтона, штат Колорадо, и мне очень понравился тот район. Так что мне показалось хорошей идеей вновь побывать там. Поездка удалась. Мы сняли примерно на месяц недорогой домик в Эстас парке в штате Колорадо. Все эти дни мы бездельничали и гуляли по окрестностям, а после того, как срок аренды подошел к концу, планировали собрать вещи и отправиться в обратный путь на восток. Но в один из дней мы познакомились с парой жителей Эстас парка в местном баре. Мы не сдружились с ними и даже не зависали вместе, но могли перекинуться парой слов за кружкой пива. И вот как-то раз парни ужасно рано оплатили счет и собрали вещи, хотя часто зависали в баре до самого рассвета. Когда мы спросили, куда те собрались, они ответили, что собираются на небольшую вечеринку и позвали нас с собой. А мы решили разнообразить вечер, запрыгнули в машину и поехали вслед за ними. Вечеринка оказалась довольно скромной, но для нашей истории это не так уж и важно. Важнее то, что в какой-то момент все расселись вокруг костра и начали рассказывать страшные истории. Мне не очень-то хотелось привлекать к себе всеобщее внимание, но я не удержался и решил рассказать несколько историй, которыми так любил пугать, когда был подростком. А через какое-то время добрался и до рассказа мистера Мэйса о душевых. Раньше, каждый раз рассказывая ее, я добавлял какие-то детали от себя, но в этот раз, из подсознательного уважения к бывшему учителю, я пересказал ее так, как услышал в десятом классе. Всем собравшимся понравились мои рассказы, но душевые произвели настоящий фурор. Около пяти утра мы со Стивеном отправились в арендованный домик, и он по дороге спросил меня про эту историю. Я рассказал ему о мистере Мэйсе, том занятии перед Хэллоуином и своей любви к страшным историям, и он вдруг предложил попытаться отыскать это место на обратном пути в Нью-Йорк. Сначала меня не вдохновила эта идея. Мне не хотелось плутать по Небраске несколько дней в поисках какого-то старого сарая, который, скорее всего, уже давно разрушен, но за пару дней до отъезда из Колорадо я передумал. Мне показалось, что нам со Стивеном вряд ли удастся еще выбраться куда-то в ближайшее время, так почему бы не продлить наш отпуск? К тому же мне вдруг пришло в голову, что таким образом я смогу отдать дань уважения мистеру Мэйсу, человеку, благодаря которому я понял, что хочу быть писателем. Но как бы там ни было, мы покинули Колорадо и отправились в долгий путь по скучным и бесплодным пейзажам к Брокенбоу в штате Небраска или в ад на земле, как выразился мистер Мэйс. Отыскав отель, мы сняли номер и пару дней побродили по городу, а затем каждое утро катались по окрестностям в радиусе 150 километров. Я вспомнил, что мистер Мэйс упоминал этот город, но что-то более конкретное так и не выудил из памяти. Мы поспрашивали у местных, знают ли они что-то о душевых, но обычно в ответ получали лишь непонимающие взгляды или видели, как закатывают глаза, стоило нам упомянуть, что это место находится где-то неподалеку. Единственным человеком, который, казалось, что-то знал об этом была пожилая женщина, работавшая на бензоколонке на окраине города. Я не запомнил ее имени, но она относилась к тому типу людей, которые любят поболтать и с радостью поделятся с вами всей известной им информацией. Стив разговорился с ней на кассе, когда она поинтересовалась, как мы оказались так далеко от дома, видимо заметив по номеру машины, что мы из Нью-Йорка. В тот момент мы никуда не торопились, поэтому поболтали с ней 15 минут, прежде чем поинтересовались про душевые. Поначалу она не поняла, о чем мы говорим, но как только я стал описывать подробности, услышанные в рассказе мистера Мэйса, старушка тут же перебила меня. Горожане больше не имеют дел с этим, сказала она. Все это было очень давно. И после этих слов она выдавила улыбку, пожелала нам удачной дороги домой и, извинившись, ушла в туалет. Мы со Стивеном молча вернулись к машине, обдумывая слова пожилой леди. Нам обоим показалось, что она не рассердилась из-за вопросов, а просто не хотела говорить на эту тему. А когда мы возвращались в отель, Стив сказал. «Знаешь, если бы я жил в месте, о котором рассказывали бы городские легенды или что-то подобное, то я бы злился на каждого, кто спросит об этом», сказал он. Думаю, это надоедает настолько, что люди начинают рассказывать всякие страшилки, лишь бы интересующиеся отстали. Мне показалось, что в словах Стива есть смысл. Но то, что нам так ничего и не удалось узнать, не давало мне покоя. Если это действительно была городская легенда, то почему создавалось впечатление, что никто в городе о ней не знал? Однако мне удалось отмахнуться от этих мыслей. Стоит добавить, что ни я, ни Стивен не расстроились бы, если бы не нашли душевые. Эту поездку мы воспринимали как небольшое приключение, завершающее отличный отдых. И вскоре напоминали себе туристов, которые пытаются отыскать место, где снимали какой-нибудь фильм или что-то подобное. Отправляясь в Небраску, мы не ожидали ничего найти, но все же надеялись узнать хоть что-то. Проведя еще один день в Брокенбоу, мы отправились дальше, пытаясь отыскать душевые. Небраска показалась нам не такой уж ужасной, как они и говорят, но и не особо впечатляющей. Решив отдохнуть от поисков, мы остановились у бара и провели там несколько часов. А вернувшись в машину, решили держаться подальше от трасс. Я знал, что это место никак не могло находиться рядом с шоссе, а еще вспомнил, как мистер Мэйс упоминал грунтовые дороги. Так что мы отправились искать их, но это ничем нам не помогло. Как оказалось, большинство дорог Небраски грунтовые. Около 7 вечера мы наткнулись на небольшой густой лес. Если вас это никак не удивляет, то просто вспомните, что для Небраски лес сродни оазису в пустыне. Деревья были густыми и раскидистыми, скрывая большую часть подлеска в тени. Солнце уже садилось, и хотя мы уже натыкались на подобные леса, этот заинтересовал нас. Среди деревьев виднелась дорога, которая за многие годы заросла травой, и мы поехали по ней. Если уж наша машина смогла проехать по горным дорогам в скалистых горах, то что уж говорить о заросшей лесной дороге в Небраске. Мы медленно и осторожно продвигались вперед, убирая с пути поваленные деревья и камни, которые могли повредить машину, если будем возвращаться после захода солнца. Даже днем здесь царил полумрак, а с наступлением ночи, скорее всего, вообще ничего не было видно. И в этот момент у меня возникло предчувствие, что мы отыскали нужное место. Но я не стал озвучивать свои мысли, чтобы не сглазить. Я этого не осознавал, но из-за тонких лучей света, которые проникали сквозь кроны деревьев, действительно создавалось впечатление, что ветви пытаются схватить машину, как и говорил мистер Мейс. Однако я все еще убежден, что про глаза животных он выдумал, потому что самое агрессивное существо, которое нам довелось увидеть, оказался мертвый кролик у края дороги. И он не выглядел так, будто его растерзали, а скорее как существо, которое прилегло отдохнуть и больше не захотело вставать. Мы довольно долго ехали по лесу, пока не добрались до поляны. Вот только выезд на нее загораживало огромное засохшее и искореженное дерево. Нам не раз уже приходилось убирать деревья с пути, но это никак не хотело поддаваться. Так что мы включили дальний свет, надеясь, что этого будет достаточно, и выбрались из машины. А когда я увидел то, что находилось в 15 метрах от нас, меня охватило волнение вперемешку со страхом. Перед нами в свете фар автомобилей и тонких лучей лунного света стоял старый сарай. Но он отличался от тех, что строят фермеры на своих участках и больше напоминал склад. В тот момент я все еще сомневался, то ли мы обнаружили место, но это очень походило на то, что описывал мой бывший учитель. Продираясь сквозь кустарник, я направился к нему, но когда до крыльца оставалось метров шесть, пораженно замер. Наверное, бывшие хозяева что-то сделали с участком, но вокруг строения проходила граница, за которой не росло ни единой травинки. Я подошел к крыльцу и остановился у огромных раздвижных дверей, когда Стив наконец догнал меня с двумя фонариками в руках. Ты что, собирался лезть в это место в темноте? Рассмеялся он. Я усмехнулся и в ответ забрал один из фонариков. Он оказался маленьким, но достаточно ярким. Обычно такие туристы берут в походы на случай, если они задержатся и придется добираться до дома в темноте. Так что меня он вполне устраивает. Зажав фонарик в зубах, я схватился за металлическую дверь обеими руками и дернул в сторону. Она слегка заскрипела, но поддалась всего на пару сантиметров. Стив подошел ко мне сзади, положил свой фонарик на землю и, схватившись за дверь, скомандовал. Раз, два, три, давай. Мы дернули дверь изо всех сил. Она отворилась еще на пару сантиметров и, судя по всему, встала в паз, потому что заскользила с такой легкостью, что с громким и гулким стуком ударилась об ограничитель на полу. Стив поднял фонарик и отправился в здание вслед за мной. Внутри оказалось пусто и от этого почему-то было не по себе. Я с трудом представлял, как далеко отсюда находится ближайшее жилье или маленький город, но, судя по всему, в этом здании не было никого в течение долгих лет. Здесь не было ни разбитых бутылок, ни пакетов из-под чипсов, ни помета животных, а сквозь дерево и камень не проросло ни одно растение. Помещение было просторным, наверное, больше, чем амбары на фермах, но явно меньше гигантского склада, который описывал мистер Мэйс в своем рассказе. Скорее всего, здесь раньше хранили сельскохозяйственную технику или какие-то инструменты. Расстроившись, я побрел к выходу, а Стив отважился шагнуть в темноту. Я перебирал в уме подробности рассказа мистера Мэйса, пока меня не осенило. Судя по его словам, у сарая был подвал. Я выскочил на улицу и осмотрелся по сторонам. Глаза легко приспособились к темноте, потому что тут было немного светлее, чем в сарае. Я отправился вокруг здания, пытаясь отыскать хоть какие-то следы входа. Однако, вопреки моим надеждам, не смог обнаружить ничего, кроме густых зарослей вокруг поляны, кустарника с той стороны, откуда мы пришли, и голой земли вокруг самого сарая. Расстроенный и уставший, я вернулся к нему, а Стив все с тем же воодушевлением выскочил ко мне из дверей. «Ух, если бы мне удалось найти трубу или душевую лейку, то мы бы точно знали, что попали в нужное место», — сказал он. Мне не хотелось его расстраивать. Я рассказывал Стиву эту историю несколько раз, но он, видимо, еще не понял, что мы приехали не туда. Да, здание выглядело странно, а еще находилось в дебрях леса, но здесь точно не было душевых. «Думаю, это наиболее похожее место на то, что мы ищем», — сказал я, смотря как он взволнованно расхаживает вокруг. «Но вряд ли это оно». Помнишь, там был подвал. Воодушевление на его лице сменилось разочарованием, словно у маленького ребенка, который не получил желаемый подарок на день рождения. Я похлопал его по плечу. «Ну и это довольно круто. Мы же все еще можем рассказывать всем, что нашли его», — тут же предложил я, возвращаясь к старым привычкам. Стив рассмеялся. «Верно. Мы можем всем так говорить. Этот сарай действительно выглядит очень жутко. Давай сделаем несколько фотографий, чтобы доказать это». Я согласился. «Сбегаю за камерой», — сказал он и бросился к машине. От нечего делать, я вновь вернулся в здание. Внутри царила тишина, нарушаемая только слабым треском веток, пока Стив пробирался сквозь кусты. Но как только он отошел, стало невероятно тихо. Я не слышал ни свиста ветра, ни стрекота сверчков, пока шагал по помещению, освещая его фонариком. Вдруг я услышал глухой стук. Я остановился и попытался понять, что же это было. Топнув по полу, я вновь услышал стук и осознал, что у меня под ногами находится пустое пространство. Я шагнул к стене и внимательно присмотрелся, пытаясь обнаружить какие-нибудь трещины или отверстия. Под моими ногами находился утоптанный пол, но, видимо, под тонким слоем грязи скрывался люк в подвал или что-то в этом роде. Услышав треск кустов, я громко крикнул. «Стив, иди сюда!» Я слегка подпрыгнул, чтобы он услышал этот глухой звук. «Здесь пус...» Но договорить я не смог, потому что стоило ногам коснуться пола, как он провалился.